сейчас мы поешь посмотрим мне даже страшно это все доставать если честно и страшно вообще показывать такие богохульные изображения мы знаем как выглядит кошерный black metal да кошерный black metal по-другому не скажешь баттере класть ой пардон вой вот подавляющая часть у меня жестоко и мрачно он в общем в идеальном состоянии стоит порядка 700 евро вот у меня хватает и мейнстрима просто как бы как нет галимой попсы всем привет сегодня мы заходим в гости к black металлиста любителю агрессивной черной злой мрачной атмосферной музыки виктор привет привет мы с тобой встретились как раз в ночи самое темное время дня несмотря на то что сейчас темнеет конечно же рано и скажу честно я удивлен объемом твоей коллекции она действительно большая и мне очень нравится что она в таком достаточно узком все таки музыкальном жанре хотя к моему удивлению указывается он достаточно популярен на всякий случай скажу что виктор ведет уже достаточно давно страницу в запрещенной социальной сети с картинками где делится собственно своими пластинками своими находками ведь расскажи пожалуйста кратко о себе как ты начал собирать коллекцию может быть какие-то важные факты и может быть каратенечко что мы сегодня покажем и о чем расскажем нашим зрителям ну начну я с того что к музыке я пришел достаточно поздно уже в зрелом возрасте ну как в зрелом в подростковом но все-таки не начинал как многие в 12 там 10 лет скакать со шваброй изображая рок-звезду слушать я начал уже активно на виниле с 2007 года я уже соответственно к тому моменту имел опыт прослушивания пластинок у меня в детстве были пластинки которые мне папа как бы так сказать давал послушать и мне больше всего нравились сказки то есть музыку я так вот игнорировал не было как-то такого у нас репертуара который бы мне подошел вообще у меня была такая всегда на готове фраза что из музыки мне нравится только чай мэй и не у марикона я вот всегда и щеголял оказалось что это очень круто потому что друзья слушали там не знаю продиджи и сектор газа на тот момент мне это казалось чем-то не очень серьезным но когда я уже пришел к тому чтобы что-то такое для себя открыть то вот black я начал слушать 2006 2007 годах ну как бы начинал я естественно с кредла филс потом мордук другие соответственно коллективы в итоге открыл этот жанр глубоко и очень его люблю но при этом слушаю я меломан и люблю очень прогрессивный рок классическую музыку фолк этнику классический рок это от постпанка и пост-рока до индастриала эмбиент джаз могу послушать то есть ну все это в той или иной степени у меня присутствует а сколько всего пластинок в твоей коллекции на данный момент точной цифры нет но порядка 1200 ты активно ведешь дискокс я веду дискокс но у меня с дисками все в перемешку ну и я думаю что мы сегодня чуть-чуть попытаемся так этот развеять до мифы о black металлистах поэтому подтверждаю что виктор не спит в гробу все чинного пристойно те даже волосы короткие или были но были да у меня же я только в этом году постригся меня были длинные волосы до 2010 года потом я на усы подстригся долгое время ходил с короткой прической и носил где-то еще четыре года длинные волосы ну то есть ревайвал как это все в жизни циклично перед началом ролика попрошу вас подписаться на канал поставить лайки этому видео ну и давайте смотреть отправимся сейчас на темную сторону коллекции виктора ok let's go ведь ты приготовил свои самые любимые ценные близкие сердцу пластинки давай показывай топ 7 начну я вот с этой пластиночки смотрим это необычный лот это саундтрек к фильму во многих отношениях культовому с непроизносимым названием кейнискаци для тех кто услышит впервые особенность этого фильма в том что он видовой в нем музыка накладывается на документальный видеоряд широкоформатный ну картинка широкого широкого формата его по-моему даже ваймакс крутили то есть это не художественный фильм и музыка в нем играет существенную роль на значение покажу вот такой вот получается тут есть в гейтфолде кадр из фильма значит аризона каньоны издание лимитированное рсдшное 2020 год 1500 копий пронумерованных издание дорогое ну сейчас правда уже не сказать чтобы очень дорогое но мне оно обошлось в двадцатом году десятку плюс пересылку 10 тысяч рублей я имею ввиду не подумайте что это другое имею ввиду значит что касается музыки композитор филипп глаз это культовый американский минималист также написал огромное количество саундтреков но вот этот вот конискация это его можно сказать опус магнум и лебединая песня вообще очень советую посмотреть фильм ну вот это вот издание это именно полная версия саундтрека который фильме непосредственно присутствует потому что также существует издание на дисках и винилах в урезанный такой директор скат или как это называется ну в общем а нет не директорса как раз наверное театральная версия вот а это именно полная очень дорожуем здесь прям аудиофильского качества сами пластинки они вложены в антистатические конверты с таким еще дополнительной прослоечкой бумажные в общем все делюкс супер вторая пластинка о которой я хотел бы сегодня сказать это альбом группы лакримоза и лоди скажу пару слов о самой группе швейцарской немецкий дуэт тила вольф анны нурме тила уроженец германии живет швейцарии насколько я помню вместе с анны но она финка по происхождению группа это в общем-то эталон на готического симфонического металла для тех кто с готикой не знаком но хотел бы приобщиться это прям вот номер один с чего бы стоило начать это можно сказать в качественном отношении непревзойденная группа ее слушают самые разные меломаны вне зависимости от музыкальных предпочтений и что касается именно этого издания это единственное на данный момент издание альбома на виниле выпущено но в мексике это такой гейт фолд внутри есть сертификат вот так вот я покажу покажу разворотик так вот все на мой взгляд симпатично хотя есть доля эклектики и такая театральная вот заставочка на обратном на обратной стороне конверта то издание лакримозы наиболее интересны в россии и в мексике и вот это как раз мексиканское издание которое не дешевое и мало у кого есть в россии где-либо еще потому что там 500 копий на весь мир и стоит оно там от 200 евро само по себе плюс доставка мне оно там чуть ли не год шло но в итоге я получил и наслаждаюсь что касается по звуку была статика я вначале честно говоря звук вообще считал что не очень подкачал откровенно говоря но потом нормально все выровнялось протёр наверное щёточкой мне мыл по моему все звучит хорошо никаких щелчков все ок вот прям отличный альбом культовые группы и очень хорошее издание прям такое почти ну если не аудиофильское оно не аудиофильское но делюксовое третья пластинка американская группа шторм кип атмосферик black с фэнтезийной тематикой издание очень интересное значит внутри есть карта сейчас я ее вытащу ну поскольку фэнтези а то карта королевства эльда так вот сейчас не буду раскладывать вот эльда само издание в дайкат сливе то есть внутри непосредственно конверт а это вот такой элемент декора кстати очень ценный потому что издание выходило еще на цветных винилах где просто вот такой вариант конверта без слепкейса то конечно хорошо и цветной винил кому интересно тоже ценно но именно вот эту версию на черном виниле пронумерованную в 500 700 507 копий это именно самое лимитированные делюкс издания то есть вообще ван рекордс лейбл он топит за то что черный винил наиболее ценные и делает тиражи на черном виниле наиболее маленькими тиражами что естественно делает их более ценными это не гейтфолд но тем не менее очень все красиво тут еще вот куча всякого арта вот такой вот этот значит вкладочка да и буклетик очень симпатичный у меня есть кстати это издание еще на диске она очень похожи так по музыке фэнтезийный black похож на dissection ну это в моем понимании потому что отличий тоже много на тут же тулькандру то есть это что-то такое мелодичное что-то но это не шведы это повторюсь американцы поэтому отличий хватает но и они кстати сделали такие такую запись как lost relics к этому альбома как бы такое завершение это клавишные темы которые повторяют отчасти темы из альбома но очень сильно вариативные и там уже полноценный альбом дополнительный по сути одностоятельно рекомендую это издание приобрести потому что музыка замечательная лейбл делает но вообще полиграфия и все там качество на высшем уровне и вообще вот это вот издание оно очень ценное за ним в общем-то гоняются потому что первый пресс потому что слепкейс черный винил были переиздания как я говорю на цветных винилах без слепкейса и в слепкейсе но там тиснение не красная как вот здесь а каких-то таких более нежных ярких цветов что на самом деле делает их на мой взгляд менее серьезными и внятными четвертая пластинка о которой я хотел бы сегодня поговорить это альбом мини альбом неординарной норвежской группы ульвер для тех кто в танке это такие ребята которые начинали с фолка и блэка и ушли в электронный авангард очень много в их позднем творчестве отсылках и к дипешмот и койл соответственно что мы видим здесь это минималистичная электронная музыка заглавный трек not saved это по сути луп который вот постоянно одну и ту же один и тот же мелодический ход повторяет но поверьте мне залипательная очень вещь а что касается вообще общей концепции то есть такое произведение академического композитора джона кейджа называется 433 4 минуты 33 секунды тишины общий смысл произведения в том что в этот момент зритель он как бы ощущает эмбиенс то что в окружении себя он воспринимает как музыку то есть как бы смысл в том что это 4 минуты 33 секунды игры на инструменте но в то же время не игры на инструменте то есть когда ты с чем-то там с каким-то инструментом на нем не играешь ты акцентируешь внимание на окружении и соответственно есть такая отсылочка к этому произведению на недавнем переиздании этого альбома silence for dummies для тех кто знает есть книжные издания для чайников вот for dummies это по-русски переводится как для чайников вот издание silence for dummies получается очень рекомендую послушать содержание этой эпихи и если это ваша то я уверен вы ее полюбите пятая пластинка но не менее важная чем все предыдущие четыре и последующие 2 нико это вообще для меня ну я фанат чего уж там говорить когда дело касается ника то у меня ее альбомы есть в самых разных изданиях и вот этот альбом он вообще открыл для меня любовь к авангарду альбом называется the end это отсылка к песне джима морисона the doors the end а потому что закрывается альбом ну если не считать немецкого гимна то этой песней и это кавер что касается содержание альбома то продюсер и музыкант из velvet underground группы в которой пела нико и первый альбом вот этот известный с бананом диворхол который продюсировал это вот она если кто еще не понял нико то джон кейл сказал об этом альбоме так зачем совершать самоубийство если достаточно пора слушать эту пластинку это очень емкое определение и по моему дух пластинки отражает идеально замечательные такие фотографии с нико она кстати вообще модель но в музыку была так сказать внесена в порыве энтузиазма энди ворхола у нее была проблема я уж так коротко расскажу так что она слышала одним ухом на 2 она была глуха и у нее нет музыкального образования ну вот она играла на физгармонии и пела своим монотонным голосом но поверьте мне никаких аналогов музыки ни до ни после нет ну после может быть подарки появились подражатели до не было и вот это вот готика которая в музыке появилась 20 веке это вот все началось на самом деле на два десятилетия раньше с конца 60-х годов в ее музыке вернусь к изданию это соответственно издание music on vinyl на двух винилах здесь помимо первой пластинки с самим альбомом есть бонусы концертная запись семьдесят четвертого года и студийные сессии у джона пила и еще какие-то бибисишные по моему сессии то есть это в общем самое богатое по наполнению и качественное издание из всех какие существуют именно вот если говорить об этом альбоме сплит альбом двух групп альцест и леди скрец обе группы французские и от ну как бы сейчас этот жанр уже окрестили как блэк гейс то есть это смесь и black metal и шу-гейзинга собственно вот эта группа альцест она и начинает всю эту бодягу она как бы придумала этот жанр и является ее иконой здесь получается так что на данном сплите собраны все лучшие ну не как сказать мы на мой взгляд это лучшие композиции обеих групп и это очень личный выбор для меня эта пластинка особенно дорога тем что у нее шикарное на мой взгляд оформление вот этот вот вензель такой как знаете x libris он на мой взгляд исполнен в эстетике арнуво то есть вот это модерна французского ведь групп это французские я вот не сказал но это французские коллективы из друзей соответственно которые общим духом питают свою музыку вот второй товарищ он вообще эта группа леди или дискреция он вообще дизайнер он художник собственно вот это это его рук дело если что обожаю как эта пластинка звучит и выглядит это вот мой выбор вот как бы очень личный такой то есть если обычно я говорю о каких-то действительно значимых произведениях то здесь это еще просто скажу что я пришел в музыку можно сказать в то время когда я открыл для себя ну группа как раз вышел первый альбом у альцест и вышел этот сплит в 2009 году то есть прошло два года с момента первого альбома я еще можно сказать был на волне энтузиазма еще мало было фанатов у этой музыки а я вот был в числе первых я вот купил с немецкого лейбла northern silence productions это издание меня было две копии одно и недавно продал а вот это вот в идеальном состоянии себя оставил как бы такая пластинка которая действительно в чем-то меня характеризует как человека как такого вот если брать романтическую сторону меня то вот это вот наверное вот эта музыка заключительный альбом серии 7 пластинок альбом норвежской группы satiricon но в принципе satiricon это уже настолько известная и уважаемая black metal группа что в представлении не нуждаются но тем не менее этот альбом надо сказать о нем пару слов потому что всем известен satiricon как создатель хита мазернов и альбома немезус дивина и также есть у них замечательные первые два альбома как dark medieval times и shadow трон однако после уже альбомы rebel экстраваганза они перешли к black and roll подхватив вот эту вот тенденцию которую задали их коллеги по лейблу moon fog то есть этот вообще стиль не все для себя приняли посчитали что группа попсилась но на мой взгляд это просто ну ни с чем не сравнимая по удачному вообще сочетанию всех факторов пластинка у нее до сих пор нет переиздания конверт достаточно тонкий и в хорошем состоянии конверта пластинка встречается редко звучит очень хорошо дорогая пластинка порядка 400 евро стоит без доставки и в принципе она редко встречается и имеет особую ценность для меня первую очередь ценность конечно ну вот эстетическое но я имею ввиду мне очень нравится это альбом это серьезно мне нравится группа и мне нравится оформление это вот удав я не помню как это по латыни его вид называется но вот это вот получается не какая-то ядовитая змея это именно удав который давит своей мощью то есть это ну как сказать это символично для этого альбома нет зубов однако мы нам все равно есть что показать все таки то что мало у кого это издание есть у него нет переизданий она в общем-то ценное также делает вот эту пластинку для меня особенно значимой ведь ты сменил обличие перешел на темную сторону и должен сейчас нам наверное показать и рассказать о своей коллекции тяжелой мрачной жестокой злой музыки много у тебя вообще таких пластинок да слав много подавляющая частью меня жестоко и мрачно и в общем black это главная составляющая вот такой вот металлической части моей коллекции пришел я к этой музыке уже так целенаправленно и последовательно году к 2007-му то есть ну шестой-седьмой год вот я на первый курс когда пошел института я увлекся этим делом начал я как и все с кредала филс дальше мордук и понеслось на данный момент жанр вообще но исследован ну очень сильно и глубоко и я люблю самые разные его проявления наверное нет наверное никакой ипостаси блэка которая бы мне не нравилась и в той или иной степени она у меня представлена ну давай надо смотреть что у тебя уже здесь на полках более детально что будем доставать да наверное да вот здесь у меня наверное наиболее ценная часть моей коллекции сейчас я что-нибудь перри первое такое достану что именно к блэку можно ну вот например поляки бехемат black dead альбом диммига 2004 года в этом году альбом отпраздновал 20-летие было переиздание это первый пресс на регейн рекордс шведский лейбл на котором выходили альбомы мардук и если я не ошибаюсь с этого же лейбла а нет это asmos французский лейбл предыдущий альбом зоски культус но это тоже очень удачный их можно сказать альбом не можно сказать альбом его можно сказать очень очень удачный так едем дальше ну вот немножко не black doom но все равно хочется об этой пластинке сказать потому что это мой любимый альбом группы анафема the silent enigma это последний альбом в котором они еще играли такой тяжелый doom death но уже при этом достаточно энегматичный и готический но вот он как вот альбом собственно называется the silent enigma да значит молчаливая загадка вот это шикарнейший альбом это первый пресс и он хорош но конечно состояние не идеальное но хорошее в принципе так скажем excellent excellent минус вот этот альбом вообще я себе сделал как-то подарок на новый год это первый первый пресс альбома dusk and her embrace а группа cradle of fills это вот со стикером такое издание вот как у на первых прессах бурзум такие же кругленькие стикеры ну вот это издание она в идеальном состоянии не будут доставать там все полная комплектация там есть постер шикарный тут одна пластинка это нигит фолт один винил и но это классика это классика готического симфонического блэка идут как бы такие ну можно сказать споры кому-то больше нравится там допустим cruelty and the beast но на самом деле вот этот альбом это еще та группа которая не до конца потеряла свои black металлические корни но приобрела некую готическую загадочность вот альбом vampire minic и вот этот альбом это вот и та самая готическая ипостась ну вот прям вот супер как фанат говорю что это вот стоит своих там 200 евро продолжаем тему кредлов самый коммерчески успешный их альбом median тоже первый пресс стоимость ну примерно сопоставимая с dask но здесь уже двойной альбом и оформление несколько отличается от сидюшного варианта звук хорошее состояние очень приличная в общем там насчет всяких постеров не помню что к по комплектации но что-то есть какие-то вкладки ну то есть как бы если что-то в этом издании было я так на скидочку не вспомнил то есть все здесь есть а следующий кредловский альбом бьют господи биттер с ютсов сукуби ну в общем альбом интересен тем что это не совсем альбом потому что здесь есть соответственно версии с первого альбома песен песен с первого альбома перезаписанные версии но есть и новые композиции и на самом деле вот эти перезаписи она не настолько классно сделаны вот когда люди спрашивают а зачем вообще группа перезаписывают старый материал я вам так скажу если это так перезаписана то оно того точно стоит или как это сделали вот недавно братья кавалеры вот тут я на самом деле снимаю шляпу и говорю что такие перезаписи имеют место быть ну они как бы оправданы доставать не буду просто пластинку жалко но тоже ценное пришло мне из японии перед уже непосредственно 22-м годом и шло именно где-то год потому что меня японец сразу предупредил что будет идти наземным способом у них почему-то не было возможности и отправить самолетом наверное было связано еще с ковидными ограничениями да возможно культовый альбом швейцарской группы сельтик фросту мега терион это вообще наверное действительно black металлический альбом раз мы сегодня по такой музыке но даже если пуристы будут говорить что это не black metal хотя собственно что если не это то здесь по крайней мере достаточно авангардные форты формы треш метал пусть это будет gothic metal symphonic metal ну что-то такого что когда еще это все за жанры были так сказать у истоков то есть вот это вот кто спросит как насчет швейцарского издания потому что группа швейцарская но швейцарских изданий не существует в природе это немецкое издание но из рекордс первый пресс вот кто знает как звучали альбомы но из рекордс тех времен тот имеет представление как звучит данная пластинка black не black я просто очень хочу сказать о следующей пластинке это сладж пост метал группа неврозис тоже классики и я очень люблю эту группу мы 6 гримовра а мрачной музыки то мрачнее некуда смотрите это если что скульптура из помпей то есть это реально человек который попал под магму и он вот весь в огне соответственно вы понимаете насколько давящее выглядит это изображение настолько собственно давящая эта музыка то пластинка первый пресс изданный на альтернатив тентаклс очень дорожу ей и в общем эту группу я прям очень советую потому что в россии как-то очень мало внимания к ней ну вообще удивляли уделяют ей это вот моя персональная рекомендация тем кто хочет если не знаком с этой группы для себя что-то новое открыть вот помимо классики у меня еще есть очень много более такой современной классики black а потому что вот это американская группа один one man band как это называется когда группа из одного человека который вот как в бурзум бурзум там над варкви кернес все сам записывал а соответственно американец malefic он тоже такую вот музыку делает мбн на блок металлическую депрессивную то есть эти два проекта они во многом схожи и издание американская изданная на саузен лорд но это официальное издание ну наверное даже первый пресс сейчас точно не скажу там есть просто разные версии я точно не помню какая но тем не менее хорошая очень пластинка альбом называется nocturnal poisonin и это один из лучших альбомов но у него там на самом деле у этого товарища целая плеяда очень удачных альбомов сейчас он ударился фолк но вот блок металлическая постась это прям прислушайтесь потому что очень круто и прям вот советую это самая наверное дорогая пластинка из всех которые у меня есть в коллекции если брать ну как бы издание отдельные не боксы это первый пресс второго альбома группы dark tron соответственно и blaze in the northern sky принципе да это мой любимый альбом dark tron и я вот еще году наверное в одиннадцатом купил себе этот пресс первый пресс и он в общем в идеальном состоянии стоит порядка 700 евро вот такое вот издание звучит монструозно в самом хорошем смысле то есть это и динамика и вот этот вот аналоговый звук то есть если вы хотите приобрести музыку металлическую которая звучит на виниле и раскрывает свой потенциал то вот это стоит своих денег а вот я тебя спрошу а ты часто слушаешь эту пластинку или все-таки знаю ее стоимость и и бережешь я никогда не подхожу к пластинкам из ну вот с подходом что мне их жалко я покупаю одновременно чтобы удовлетворить коллекционерскую страсть но и слушать пластинки да я в принципе регулярно и и слушаю ну а на самом деле ведь с хорошей иглой не запиленный ну что я сделаю сто тысяч пятьсот раз я прослушаю но я вряд ли ее на своем веку убью на мою жизнь хватит поэтому слушаю да первый пресс альбома опус ноктурн шведской группы мордук о которой я в принципе уже сегодня немножко говорил ну вот каноничный арт криса вервимпа это художник который проиллюстрировал мы просто ну огромное количество металлических альбомов у этого альбома есть разные версии где немножко меняется композиция перерисовано более темная но вот это вот первый пресс на черном виниле но это гейтфолд я его раскрывать не буду но вот это вот группа на тот момент в таком составе 700 копий было издано на черном виниле есть еще также версия на зеленом она еще более лимитирована ну и соответственно она дороже замечательно вообще звучит вот я недавно переслушивал идеальное состояние там не к чему придраться звук шикарный качество винила потрясающе там и динамика и масса все просто вот делали делали хорошо на совесть этот осмос французы то есть вообще вот это 94 год а ну вот еще мордук но это уже 2003 год последний альбом с участием вокалиста легиона ну касаемо легиона я так скажу кто-то считает что он самый ну что он лучший вокалист мордук я не буду с этим спорить вообще считаю что репутация его похоже на репутацию тарьи только от black metal но последующий вокалист все-таки доказал что он наиболее постоянный участник группы не считая лидера группы моргана и это уже о чем-то говорит ну конечно у каждого свой вкус и мне очень нравятся все вокалисты мордук но вот легион он особенно в народе ценим и как бы почитаем но хочется сказать хорошее и о следующем морту все вообще не знаю может быть сделаю маленькую вставочку первая вообще в жизни пластинка который я купил это был picture альбом как раз таки мордук значит он тогда только-только вышел 2007 год rom 512 я вообще первый раз жизни покупал винил я только тогда как бы захотел вот приобщиться и а вот 2007 году я заказал в союзе этот винил вслепую просто увидел что это альбом который мне нужен и он на виниле заплатил денежку и вот она мне приехала в таком вот дженерик соответственно конверте на этом таком как это пластик но это не пластик но что такое какая-то там в общем ерунда такая синтетическая и я в первую очередь никогда же и пикчеры не видел думал она вообще играть то будет или это просто для красоты съесть ее нет она играет и кстати ну она с щелчками но нормально на самом деле вместе здание на черном виниле но конечно лучше но в принципе звучит неплохо но главное это просто вот была моя первая покупка это был альбом который я слушал в течение полугода с момента его выхода каждый день хотя бы раз поэтому это очень для меня ценная пластинка в плане каких-то вот внутренних эмоций которые к альбому разделяю и просто как вот трофей который был первым вот с чего все начиналось это первый альбом группы emperor in the night sky in the night side eclipse а собственно смешно но она мне с доставкой по-моему 48 евро обошла сейчас она стоит ну где-то 300 400 евро это вот кто держал первый пресс это же его достану специально может быть получится его как-то снять обложку она по цветам по цветовой гамме отличается от любого переиздания то есть у нее получается такой тон яркий контрастный такой вот голубой последующие переиздания не все темные ну в принципе это оправданный сознательный ход но вот у кого есть такая пластинка чисто вот даже в таком эстетическом отношении полиграфии она уже доставляет определенное удовольствие звучит очень неплохо у меня на в хорошем состоянии такому excellent плюс ничего в ней ухо не режет но на самом деле как сказать вот такого ощущения какого-то восторга как от dark throne или мордук она у меня по звуку не вызывает но альбом сам по себе это абсолютная классика симфонического норвежского блэка и наверное на этой полке уже мы приближаемся к концу я просто хотел еще сказать о такой группе как кафедрал это классика стонер дума тоже мало в общем такая лучезарная и солнечная музыка поэтому думаю о ней стоит сказать в общем ли дориан он очень талантливый вокалист и прекрасные вообще продюсирует группы на своем лейбле райзебов вот это его детище кафедрал классика дума и это уже стадия когда группа отошла от такого давящего демонического раннего звучания с гроулом таким это здесь он поет уже в классической манере а-ля там не знаю ози осборн и это музыка которая бы понравилась наверное старшему поколению то есть это doom но это с большим пиететом к black sabbath ко всем этим делам то есть если вам нравится black sabbath кафедрал вам однозначно вот то что доктор прописал это очень редкая и интересная пластинка это сплит альбом группы альцест когда они еще играли блэк не блэк гейс не шу гейс а именно black metal на этом альбоме представлен это демо и в сав ну как бы не в соавторстве здесь альбом группы ангмар то есть они сплит альбом у каждого своя часть ангмар тоже black metal такой сырой это редкое издание тоже выцепил его на northern silence немецком лейбле может быть даже еще есть где-то в продаже но стоит она прилично не знаю правда порядок цен но вот если вы фанат альцест и у вас есть такая пластинка то значит гештальт закрыт и еще тему сальцест продолжая как сейчас модно говорить супер группа группа из участников разных групп которые уже сейчас приобрели определенную культовый статус альцест леди скрец и вот получается этот проект называется ами серс то есть по-французски как бы ну я даже не знаю как это нормально перевести но что-то типа друзья по душам что ли друзья в душе ну что-то такое трудно произносимо у меня еще была кстати футболка но она настолько затерлась что пришлось ее от нее избавиться альбом был переиздан но это первый тираж на голубом виниле очень кстати прайсе он там на 200 по моему евро сейчас стоит потому что первый тираж и я его очень рекомендую если вы по каким-то причинам любите благ есть но не слушали этот альбом обязательно его послушайте вокалистка одри она ну вот просто на самом деле очень классная она замечательно вписалась в этот постпанк и блэковый постпанк и есть еще один проект с ней который очень похож именно по ее вот этой составляющей женской но там больше блэка называется он асфодельс по-моему так это правильно читается и в общем-то похожий но у меня пластинки нет пока но пластинка существует иначе есть к чему стремиться две бутлежные записи альбомы ранние бурзум соответственно самые вообще ранние демки вот на этом виниле причем интересная история их они сначала появились сети но с такими как-то авторскими знаками типа когда там дефекты какие-то появляются в музыке чтобы не полили что откуда слизана пираты но соответственно когда было официальное издание на греческом лейбле они взяли себе каталожный номер dinggin или ding а анти-динг анти-динг-01 то есть вот этот ding это вот этот звук дзынь они вот этот дзынь обыграли то есть это вот вот как некоторые лейблы делают вот это анти это чисто блэк металлическая тема сделать что-нибудь анти в каталожном номере типа анти год анти там можешь вот такая тема то есть как бы элемент блэк металлической культуры уже можно сказать то есть вот здесь кстати по качеству очень хорошо здесь и звук хороший ну демка до понимаем имеем это в голове и звучит она замечательно там на самом деле наверное все конечно в цифре но для винила очень хорошо все на самом деле звучит и ранние версии альбома балдурс ну собственно смерть бальдра как это по норвежски я сейчас нормально все равно не произнесу ну короче говоря это те же это по-моему то ли ну в общем они очень похожи только здесь то ли минус то ли чё то в общем на самом деле как оригинал альбомный только чуть-чуть по-другому не помню уже в чем различия звучит в принципе нормально коллекционная ценность повторюсь бутлег и другая обложка никакой оригинального альбома подошли мы так сказать к главному для меня это миник деципел омега здесь один одна композиция mass grave aesthetics эстетика массовых захоронений у меня есть еще вот диск можно его достать просто показать собственно оформление схожие даже идентичное просто вот различие как бы фактуре бумаги но на виниле все таки кошернее извините что использую такое смешное слово в отношении деципел омега и хочу сказать что вот эта запись один одна композиция она длится где-то порядка 20 что ли минут я так не засекал уже не помню это вообще мне кажется самое удачное что омега делала то есть вот это вот mass grave aesthetics по моему лучшее что есть наследие этой не побоюсь этого слова великой французской группы вообще деципел омега это моя особая любовь и из такого авангардного прогрессивного блэка да господи это просто моя любимая black metal группа вот если говорить о том что нравится больше всего тут деципел омега несмотря на ну как бы неоднозначность но и неординарность тоже то вот это моя любовь еще очень хочется сказать о датском блэке а группа ангантир очень кстати рано пришел к их музыке это one man band и углебаргас человек который стоит за этим проектом он автор разных музыкальных проектов таких как make a change kill yourself вот у меня тут диски есть где-то но есть в общем да а диски на чем служить да с компьютера у меня он с дисководом поэтому эта проблема в этом смысле решена это такой сырой black но там встречается и виолончель и какие-то может быть фолковые пэган элементы но это получается скорее наверное атмосферик но очень такой при этом напористый сырой брутальный в общем иногда по звуку это прям совсем сырота подвальная но это очень атмосферно и самобытно главное потому что звук ангантира ни с чем не спутаешь это вот прям флагман датского блэка ведь на самом деле не так много хорошего датского блэка вообще про датский металл не так много можем сказать ну там king diamond merciful fate это все понятно сейчас вот меркур появились для любителей чего помягче но вот есть и такая сцена и есть другие коллективы более молодые но они у меня к сожалению в коллекции пока не представлены но вот мы с друзьями на самом деле открываем постепенно датское королевство для себя о вот проект не сказать тоже не могу это ценная пластинка там тоже счет порядка 350 400 евро сейчас такая стоит она не продается на дискокс она там заблокирована это пес нуар участник участники первых двух альбомов это все те же знакомые нам ребята по альцест и по ну собственно да пальцы с там других нет там винтерхальтер и нэш и здесь такой французский прям black ну иногда он фолковый иногда прям такой вот что-то такое прямо распевная шансонная если можно так выразиться то есть там средневековая тематика и всякие такие вот калаши как я их называю то есть вот это неполиткорректная тема на тему вот это вот правых каких-то идей поэтому заблокирована и но это black это не там ну да мне вообще по обложке это эстетика три третьего рейха тут всего хватает тут вот на самом деле бафомет там кстати это у обложки винилового издания другое вот есть сейчас переиздание как на диске с обложкой а это вот альтернативная обложка она только на этом издании присутствует поэтому собственно ценное и вот значит фомин это лидер коллектива винтерхальтер барабанщик который в альцест барабанит нэш лидер альцест и басист индрия он в альцест тоже на басу играл то есть это в общем то одна тусовка и сейчас вот нэша спрашивает вышел же сейчас звезда он крупном лейбле он в общем играет музыку для масс как вот он в такой неполиткорректной группе участвовал так вежливо отвечать что он делал как профессиональный музыкант что идеи может быть какие-то он и не разделяет а музыка есть музыка ну в принципе мне кажется этот ответ достойный тем более если ты действительно как бы по но это музыка отличная первую очередь для меня и соответственно идея есть идея как бы к ним всегда неоднозначные отношения так получилось что на этой полке еще есть венесуэльский black это проект celps вышел на лейбле французском дебе мурмурти я очень мне понравился этот альбом я его купил в делюксовые здания шелкографии в слепкейсе то есть на самом деле обложка она представлена в нескольких артах вот непосредственно сам конверт его видно ну как бы нормально потому что это ну как пластинка да а это получается если я вообще не знаю насколько это видео передает такая вот тоже голова лицо ну она вагонии соответственно экспрессия но это шелкография то есть это цветное цветная печать на таком просто слепкейси вот тираж 50 номера 70 и я пластинку просто так вот покажу я понимаю что не всем нравится цветной винил но раз уж такое издание то вот как это называется мерч да такой цвет ну наверное сплаттер да продолжая тему интересного из открытий что можно для себя сделать это американский one man band old nick old nick это имеется ввиду дьявол потому что американцы они old nick ну старый nick называют так сатану ну такое вот для блэка в общем то нормальное название но это на самом деле игривая форма потому что это dungeon synth и это по сути вот такой дискотечный black то есть вот на синтезаторе вот так вот три три вот эти мелодии очень просто очень с душой ну в том плане что очень весело на самом деле вот такое вот алиповатое оформление во всем и издано это все на нашем лейбле который сейчас по реалиям да в казахстане вроде как располагается базируется но тем не менее вот обскурант виженс он называется издает очень много андеграунда причем там есть очень разные проекты которые я вот пока издания нет у них я даже и не слышал вообще про них ничего не знаю но это понятно у этого проекта уже много альбомов и там каких-то мини альбомов но вот на самом деле очень рекомендую ведь ну что мы переместились на твою белую сторону и сейчас ты обещал показать музыку более да светлую добрую душевную расскажи что ты предпочитаешь ну светлую тоже такую с не с легкой наверно флером какой-то меланхолии но тем не менее конечно не black я люблю таких исполнителей как нико пьорк диаманда галас лидия ланч нина хаген соответственно вот в таком вот духе я бы хотел порекомендовать шведскую органистку пианистку и вокалистку анну вон хаусфол у меня есть в коллекции 4 ее альбома в хронологическом порядке первой называется церемонии это второй ее альбом вышедшие совместно на лейбле сити слэнг шведском лейбле инди-рок ну в инди вообще музыки и ее собственном лейбле памперепоза у нее стиль такой вот с этого альбома начался когда у нее такой орган но не в классическом понимании как классическая музыка а вот инди музыка но на сыгранная на органе и вокал который сравнивают с манерой пения кейт буш и пару слов хотел сказать что в протеже этой певицы исполнительницы были ник кейф майкл джиро и swans и стива мэйли и сан doom metal группы дрон doom metal группы из америки то есть послужной список вот таких вот корешей из музыкальных бонд это у нее очень солидный за ним вот вышел наиболее что удачный альбом miraculous вот тут как раз представлены на снимке органные трубы и орган он вообще в ее музыке очень большое не имеет значение он именно придает характер и красоту альбом чисто органной музыки без вокала all floats fly он очень интересно оформлен здесь фотография самой анны в гроте которая значит история там такая скульптор в память о своей ушедшей жене из жизни ушедшей жене сделал сад bosco он называется и каждая скульптура она символизирует нас как бы создана как память вот именно об этой утрате и альбом он видимо так поэтому и называется all floats fly то есть все мысли куда-то улетают но они по с нами при этом остаются как воспоминания и последний из серии альбомов концертный альбом в мантре джазовом фестивале вот с автографами гейтфолт красивый это вот сама анна которая за пианино кричит микрофон и она узнаете получается как какая-то ну как бы у нас сказали кикимора да что то такое вот болотное присутствует оформление что вот какие-то корни все такое вот именно текучие но на самом деле музыка она очень красивая такая я бы все-таки сказал что она хоть меланхоличная но светлая и я хотел бы сказать об альбомах действительно светлой музыки позитивных к ну которым я тоже имею непосредственно отношения так получилось что моя сестра фанатка шотландской брит-поп группы трэвис и в оформлении одной в одного из альбомов good feeling я даже лично поприсутствовал вот можно на оборотной стороне видеть фотографию меня в белой футболке и сестры концепция альбома оформление альбома была такая была краунфандинговая кампания и те кто в ней участвовал должны были предоставить полироидные снимки которые как раз и использованы в оформлении альбома но поскольку моя сестра вот честно подошла к заданию она предоставила именно полироидный снимок а многие как я вижу сделали просто предоставив цифру поэтому снимок может быть не очень удачный но по крайней мере я присутствую на альбоме ну в общем очень интересной группы у нас есть все их альбомы изданные на виниле и вот альбом 20 12 memories я считаю очень удачным наиболее удачным из всех их альбомов которые мне реально нравится я его слушал правда всего один раз но он хорошо звучит на виниле и в целом мне нравится да хорошая группа я так краем глаза вижу да вот у тебя и дженесис на полке и рамштайн да я мейнстрим какой-то у тебя у меня нет у меня хватает и мейнстрима просто как бы как нет галимой попсы есть и попса ну бьорк например я ж фанат бьорк что-то такое обязательно есть но вот здесь вот у меня полочка с мейнстрим роком здесь у меня получается начинается с классики прогрессивного рока дженезис 70 70 75 года то есть самые вообще лучшие альбомы группы с питером гэбриэлом далее вот необычно да здесь у меня фолк этника теодор бастард моя любимая русская группа вот у меня даже есть фотография с концерта не моя правда фотография но это очень удачно и на их концертах я бывал восемь раз дальше мун фараве архангельская группа тоже фолк такой неофолк северный северная музыка и этника ну в общем то группа на самом деле в представлении не нуждается вот она продолжает эту фолковую линию а все а дальше у меня к юр дрезден доллс рамштайн typo negative evanescence тул которых мы с сестрой обожаем вот на тул мы ездили в прагу он в девятнадцатом году в конце на концерт потому что они никогда бы к нам не приехали никак от слова никогда но просто потому что они ленивые и никогда в россию это не приехали поэтому мы приехали дальше у меня роллингс бэнд джейнс аддикшн эллис энд чейнс саундгарден нирвана мэд сизон вить но и один из любимых вопросов моих зрителей на чем ты слушаешь винил собственно я когда анонсировал это видео уже получил несколько комментариев о том что совершенно не по аудиофильский ставить колонки на одной поверхности с проигрывателем ну я даже с этим спорить не буду потому что совершенно грамотное замечание человека который понимает как это работает но мне их просто некуда поставить понятно что если вибрация какая-то присутствует и еще что-то какие-то там фон как бы мы все исходим из своих возможностей и того что имеем поэтому колонки у меня опять же небольшие но зато это бавер сын вилкинс то есть очень уважаемая и хорошая фирма они дают прекрасную звуковую картину слушаю я не только металл но и классическую музыку и там самые разные поэтому мне нужно не на о чем-то одном делать акцента достаточно вот я в свое время просто даже еще использовал как колонки к телевизору то есть у меня была задача это многофункциональность что в себе ресивер собственно и подразумевает и бюджет ну и как видите некоторая стесненность тоже присутствует значит ресивер onkyo tx 8150 если интересно правда у меня есть к нему одна очень большая претензия я не буду говорить они какая именно но его я буду менять потом из-за не из-за этой вот не знаю что это дефект или особенность модели значит проигрыватель music hall mmf 22 ручной полностью пасековой хороший мне он очень нравится он эстетичным хороший хорошо делает свое дело к нему у меня никаких претензий вот и сабвуфер но он басы дает да ну кстати немаловажный ну учитывая что у меня ресивер и в целом да у меня есть шикарнейшие боксы и поскольку сегодня ну неврозис доставать не буду не black и уже пару слов о нем сказал но вот постараюсь достать он очень то туго в и он очень толстый но вот я его каждый раз он немножко прям стирает эту верхнюю значит корешочек это влад тепеш французы из числа les legends noir то есть черных легионов это такая особенно андеграундная ветвь французского блэка очень такая закрытая идейная и эта группа она вот из числа лучших и при этом их издания они особенно цены тем что вот я честно скажу я когда слушал в сети но это какая-то помойка в звуковом отношении то есть я чувствую что музыка хорошая но как это звучит это просто вот ну мусор да но с точки зрения продакшена на виниле это вообще по-другому звучит то есть дракар французский они хоть и оцифровывают но делают это так классно что я вот слушаю мне вот кайф от самого вот от сырости от рыхлости звучания от непрофессионализма то есть это как вот когда бурзун слушаешь но еще круче что там внутри в боксе да давай откроем ну здесь вот соответственно логотип который вот так вот переливается дуэт же это поэтому вот такое вот значит фото семерочка буклетик тут краткая история такой страшный да страшные это вот видите тут все black and white по канонам но много и фотографий и рисованного значит это какой-то там ну здесь и много вообще постеров но вот это постер самого обложки только чуть-чуть логотип они красным выделили ну для фанатов я вообще постеры на самом деле равнодушен к ним а главное собственно вот пластиночки ух ничего себе да и как заявили на лейбле что этот бокс никогда не будет переиздаваться но на самом деле хрен ты это переиздашь на самом деле слушай там 500 копий это вполне достаточно ну то есть те кто хотел те купили что конечно понятно что сейчас наверное захочет кто-то еще ну сколько может стоить такой бокс ну от 500 евро я думаю и вот это вся ну может быть как сказать оформление топорное что уж говорить но с другой стороны оно как это правильное да то есть вот оно строгое оно дух передает этой музыке вот это кстати все по канонам пожалуйста чувак в корпс пейнте плюет огнем ну чем не иммортал ворф юнирал марш это их классика это вот наверное пластинка с которой стоит начать знакомство с владом цепешем очень запоминающаяся тема разве не так графа дракулу звали это французы которые назвались именем графа дракулы влад цепеш ну влад цепес я не знаю какая французы сами называют это название группы но ты правильно ты в теме короче что сказать про эти боксы там пикчеры я один открою покажу вся дискография в этих двух боксах представлена ну конечно не считаете альбомы которые просто на тот момент еще не были записаны вот здесь особенно ценен вот этот бокс потому что он содержит ранние записи которые часто не переиздавались на виниле и ну это их немного но тем не менее они по отдельности на виниле стоят очень приличные деньги единственное как бы отличие этого издания что она пикчера то есть с обложками альбомов но знаете я вам хочу сказать прекрасно звучат и вот тот же наверное инквизиции сатаны альбом он настолько режет уши что вот мне как человеку с определенными ну может быть физиологическими ограничениями прям вот долго его слушать им противопоказано но музыка прекрасно а я кстати немножко ошибся это как раз таки альбомы позднее а вот в этом вот боксе бы с более лаконичной обложкой там ранее вот они более ценны я просто немножко перепутал кто как оформил эти ну сами бокс и еще я хочу в заключение нашего обзора по домам сказать о таком значит боксе как бокс сет из трех классических первых альбомов ульвер изданном на американском лейбле центре медиа вообще интересно посмотреть на фактуру самого бокса вот она как текстурная если я потрогать это как холст потрогал подтверждаю фугат значит на серебряных ну буклет тут вообще на самом деле очень информативный буклет и много вообще фотографии то есть то что вот именно ценно то есть тут артов каких-то особо нет арты это на самих ну нет хотя бы хоть белые страницы уже уже не так черно да логотипы какие-то и это получается ну вообще фотографии смотрю разных периодов когда они уже там мне кажется начали уильяма блэйка записывать но альбомы повторюсь первые три причем они в бокс эти даже без логотипа группы без названия альбомов просто вот чисто арт как он есть на серебряном виниле издание вот такой вот разворотный арт с волками потому что ульвер это по норвежски волк то есть вот такая вот волчья тема я думал кстати что варк это волк как раз а это это варк мне кажется ульвер может быть множественное число но я ошибаюсь но это и то точно значит ворк волк то вот как раз их блэковый альбом 3 матна танц мадригал там волчья тема прям в песнях обыгрывается и он прям настолько режет уши ну не как доцепил омега но наверное сопоставимо когда один просто мой знакомый первый раз его услышал он подумал что какую-то пиратку далее ну потому что не может так звучать альбом есть такая байка что они гонорар на запись альбома просто пропили и потом в какой-то там уже как это на коленке это все дело записали но на самом деле это все круто реально круто и по музыке и потому как это звучит просто надо в это въезжать а это вот демка она здесь еще и на кассете представлена то есть это вот на самом деле у ульвер самый из раннего творчества такой авангардный материал потому что в него очень сложно въехать запомнить просто этот материал я наверное раза с десятого все запомнил вот 10 раз прослушал тогда уже все хорошо в голове отложилось то что эти два-три раза все уже все помнишь ну потому что мелодия очень запоминающаяся здесь так все заковыристо так все прям хитросплетения такие иногда так бывает ну и хотелось бы сказать все-таки о каких-то отечественных коллективов в блэке которые у меня присутствуют вот например уже такой заслуженный атмосферик блэк как эльдер винт был на их концерте и соответственно могу рекомендовать но это такой получается саммонинг воршип но очень самобытный ну тут пронумерованная копия изданная на нашем лейбле казус белый 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 мьюзик очень атмосферно очень с душой тексты на русском алтай утром но in the morning просторы свободы ну в общем вот в таком вот духе еще хочу сразу сказать что есть у меня группа которая вот на концерте их открывала эйс фламан называется у них очень смешное позиционирование как бы это назвали в маркетинге они себе приз значит придумали такой туристик black met вот у них тут чувак который в горах с портфелем ну в этим рюкзаком портфелем и во вкладках к альбому оформление елочки все очень красиво и во вкладках там прям есть такой ну не стикер но что-то вот какой-то вкладыш где прям ну четко написано туристик black metal а есть вот прям сибирский black глушь тайм вилл альбом первый альбом первый пресс пятнадцатая копия из ну это тираж на зеленом виниле болотного цвета 100 копий потому что есть еще сплаттер очень красивое вообще оформление той ростовцевой вот если кто знает это наша художница молодая которая оформляет альбу обложки black of a group вот у нее просто шикарнейшие арты вот здесь может быть немножко подвела ну цветовая гамма я считаю потому что ее бы сделать более такой насыщенный зеленая но она зато больше подходит именно она такого болотного цвета естественного то есть она может быть в глаз не так бьет но она как бы такая очень правильная с точки зрения идеи которая в этой музыке лежит атмосферик black тоже да и это местами похоже на украинский друдх но на самом деле и не похоже в то же время тоже one man band один человек стоит всем тоже рекомендую если еще не слышали тоже издана у нас наказа с берем юзика ребят ну что как вам коллекция виктора напишите пожалуйста что было интересно что понравилось может быть что удивило но тебе ведь спасибо что пригласил в гости мне самому было любопытно поскольку 95 процентов этих групп я слышал на самом деле впервые не факт что когда-нибудь услышу но в любом случае приятно для себя открывать всегда что-то новое очень приятно спасибо и всегда рад вас видеть на своей страничке в инстаграме ссылка на твой дискокс на твою социальную сеть с картинками и может быть какие-то другие важные полезные ссылки вы найдете в комментариях а на этом мы с вами прощаемся говорим до встречи если вам понравилось это видео и вдруг захотите увидеть вторую часть то обязательно просигнализируйте об этом в комментариях и мы думаю что с виктором что-нибудь обязательно придумаем в будущем пока 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 пока